всем привет я вот собрала все свои палетки чтобы показать вам скорее всего я это видео разделю на два потому что она может получиться слишком большим вот в этой части у меня лежат такие ежедневные палетки тут нюдовые цвета такие коричневые ну в общем все что можно использовать на каждый день вот в этой части вот в этой коробочке лежат яркие цвета я разделю видео на две части и в этой части я покажу вот эти рабочие лошадки которыми можно пользоваться я покажу каждую палетку немножечко про нее расскажу вот очень прям все оттенки не буду но какие-то прям интересные покажу вам ну и давайте начнем с первой палетки icon mini от absolute нью-йорк эта палетка досталась мне в бьюти боксе от флакон она долго лежала и но мне она казалась такой не очень интересной а недавно я его посвочила и мне она понравилась она по моему еще продается но по крайней мере эту фирму можно купить на озоне она уже конечно не такая прям супер дешевая как раньше вот но в принципе еще не очень дорогая вот мне понравились вот эти сияющие оттенки ну точнее они не сияющие такие сатиновые они классно набираются и очень хорошо тушуются в общем на каждый день для такого легкого макияжа вполне подойдет еще прикольно что здесь есть черный цвет но черными тенями можно запечатывать черный карандаш эта палетка от catrice я ее еще даже не открывала она стоила по моему в районе 300 рублей я ее купила для нюдового макияжа я все ее прямо сейчас тестить не буду но давайте посмотрим на парочку оттенков например вот на этот вау ой он очень классный смотрите как сияет да очень красивое сияние и текстура классная она хорошо набирается и ложится прям супер катрис меня не разочаровал и вот матовые а вот этот матовый интересно очень красивая нежная гамма и как раз примерно половина тут половина матовых оттенков половина с блестяшками так и следующая палетка это urban decay naked я ее покупала еще давно когда она стоила 2500 рублей сейчас она стоит конечно гораздо дороже вот но она супер 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 крутая я ее достаточно часто пользуюсь это в холодной гамме а есть еще такая же в теплой гамме и есть большие палетки вот но мне маленькая вполне достаточно здесь прям базовые цвета и я часто их использую чтобы дополнить какой-то другой макияж или просто можно сделать полноценный макияж с этой палеткой здесь все цвета матовые по моему только вот этот вот а нет это тоже матовый да все цвета матовые вот единственное на нее немного ругаются что она пылит но у меня это не смущает это компенсируется очень хорошей пигментации и прекрасной растушевкой если что-то но начинает пылить то просто с кисточки лишние смахивать их и все вот в общем я рекомендую эту папку я рекомендую эту палетку к покупке несмотря на то что она дорогая она прям себя купит следующая палетка это инфлюенс бьюти нью эра сейчас ее уже достаточно сложно купить но она все еще продается я ее купила по скидкам за 383 рубля без скидки она стоит там в районе тысячи рублей что я могу про нее сказать она не плохая у нее хорошая пигментация но к тушевке у меня есть вопросы надо использовать прям обязательно натуральные кисти тогда это все будет неплохо тушеваться из хорошего здесь классные блестяшки вот но в принципе у инфлюенс бьюти сейчас я покажу у них в принципе все хорошо с блестящими текстурами они хорошо их делают и вот еще красивый такой оттенок он так немножко дуахромет чуть-чуть то есть он в рефиле здесь смотрится как такой темно-фиолетовый а на руке скорее бордовый с небольшим таким фиолетовым отливом я бы ее за полную стоимость покупать не стала а за 380 рублей в принципе вполне нормально и здесь можно делать интересные сочетания то есть я здесь такая оливково-зеленая гамма бордово-фиолетовая и бежевая вот то есть такие три три полноценные гамма вот тут еще на меня смотрят палетка dior это конечно очень старая палетка ей уже много лет но я ее не выкидываю просто потому что мне она очень приятно в качестве коллекции я я редко сейчас ею пользуюсь вот очень красиво синий здесь был когда-то сейчас он конечно уже такой ну в общем может когда-то в макияже я ее и буду использовать но сейчас она скорее так у меня для коллекции и еще одна тут палеточка маленькая dior тоже и много лет и тоже она здесь смотрите какая она такая маленькая симпатичная это тоже она скорее тут для красоты и так греет греет мне душу конечно и ею сложно пользоваться потому что рефилы прям крошечные когда-то я ее на ebay покупала но в принципе она вполне еще в себе в отличие от той палетки мне кажется что она чуть лучше сохранилась и ее даже можно куда-то брать с собой чтобы делать макияж вот такая малышка так еще одну темную покажу вам а потом помою руки майкап обсессион палетка смокин у них по-моему есть целая серия палеток вот из этой серии ну и серии смокин палетки для смоки айс я не помню сейчас сколько она стоит но мне кажется что в районе 200-300 рублей и свою стоимость в принципе она тоже вполне окупает здесь неплохая пигментация и такая очень классная тушевка и вот тут кстати тоже есть вот такой цвет так сейчас и на другой руке покажу который был в палетке эре эра он такой бордово-фиолетовый немножечко дуахромисты здесь у нее немного хуже пигментация прям надо наслаивать вот еще тоже интересный такой дуахромный оттенок он из черного фиолетовый переливается мне очень нравится вот очень красиво смотрится короче присмотритесь к этой серии она недорогая и ну рефилы здесь конечно крошечные но все равно их хватит на такое приличное время и вот тоже серебристый кстати прикольный оттенок он такой плотненький в общем неплохая рабочая палетка а вот тени dior до сих пор поражают своей стойкостью все цвета так неплохо смываются а вот этот диоровский синий прям очень тяжело отмывается с руки а вот эту палетку я хочу поругать это бренд париса они в целом делают очень классные тени и вот эта серия даже хорошая call to perfection там много цветных палеточек но конкретно вот этого оказалось неудачно у него очень слабая пигментация и ложится она не очень хорошо ну пигментация ладно чуть получше чем прям совсем никакая но в целом есть вопросы к тушевке хотя может это мне так показалось я вот сейчас смотрю в принципе она не такая уж и плохая в общем надо ее тестить и изучать еще пока ничего определенного про нее не могу сказать а вот эта палетка от визи арт я долго долго взрела чтобы ее купить без скидки она стоит 6800 рублей в итоге я ее купила со скидкой за 5800 она с виду кажется невзрачная но на самом деле она супер функциональная я еще ее не пробовала и сейчас тоже свочить не буду я хочу оставить ее для обзора но я просто знаю уже от многих людей что визи арт очень классные тени они классно тушуются и прямо у них супер крутая пигментация вот эту палетку я купила для того чтобы дополнять другие палетки здесь все матовые цвета и очень темные цвета возможно вы сталкивались с тем что в палеток что в палетках очень много разных цветов но темных матовых всегда не хватает вот это как раз вот для уголков глаз для создания какой-то базы в общем сначала я сделаю обзор на эту палетку а потом буду ее использовать я думаю что она мне очень пригодится в работе вот это старая палетка от сифоры это была какая-то лимитированная коллекция мне очень нравится сразу кстати две палетки покажу из этой серии я купила это была рождественская лимитка несколько лет назад она выходила вот эта палетка мне особенно нравится она такая миниатюрная очень красивая так забавно открывается вот пигментация у нее не супер крутая но просто в качестве коллекции ну иногда я даже ею пользуюсь и та рождественская лимитка у сифоры была какая-то особенно прикольная там были лисички ну не только в декоративке но и в уходе и какие-то игрушки были в общем я очень-очень люблю и мне вот эта палетка вот это особенно палеточка очень дорогая сердце она такая классненькая симпатичная и их можно вместе вот так с палеткой dior куда-нибудь брать это тоже по-моему какая-то лимитка от clorans она уже достаточно старая но по-прежнему неплохо работает в принципе ну клиентов я ею не крашу но для себя иногда использую ну давайте посмотрим теперь то что сейчас все еще продается вот такая палетка от catrice это серия slim eyeshadow вчера кстати буквально я делала свочу всех оттенков в другом видео вы можете посмотреть я ею еще не работала пока просто сводчила мне она очень понравилась она возможно будет немножечко пылить но цвета здесь прям супер насыщенные очень яркие много матовых они классно между собой сочетаются и довольно хорошо смешиваются ну покажу наверное пару оттенков темный оттенок элемент вот видите он такой достаточно насыщенный плотный и так с чем мы его смешаем давайте с холли и сияющие текстуры тоже очень красивые очень плотненькие и хорошо ложатся в общем мне кажется что вся эта серия у них классная и вполне достойна того чтобы ее приобретать она стоила 860 рублей но я ее купила с какой-то очень-очень-очень большой скидкой следующая палетка от эволин я ее еще не пробовала и даже не сводчила тоже она у меня лежит для обзоров стоила она по-моему 220 рублей или как-то так ну давайте парочку оттенков все равно попробуем мне прям интересно какая она вот эта блестяшка ну тоже такая чуть-чуть переливается вот этот оттенок сейчас часто встречается такой фиолетово-бордовый ну по насыщенности все неплохо в тушевке вроде бы тоже ну в общем интересная палетка ну учитывая ее стоимость вполне достойный вариант мне кажется ну она где-то от 200 до 300 рублей стоит в разных магазинах это палетка от benefit ее еще иногда можно встретить на озоне или на каких-то таких маркетплейсах но мне кажется что она не стоит того я ее покупала за тысячу с хвостиком рублей сейчас она стоит в районе 5 тысяч и ну как бы она того особо не стоит то есть она ну может быть чуть более насыщенная чем бюджетные палетки но сейчас в бюджетном сегменте можно купить очень достойные аналоги я иногда ее использую для девочек вот с теплым подтоном кожи но тоже в качестве дополнения прям целиком я ее редко использую тут осталось немного но я могу сказать что мы добрались с вами до самых-самых ярких звезд вот эта палетка арт визаж я сама ее еще не пробовала и тоже пока оставляю может быть так пару раз залезала посвочить пока я ее оставляю для обзора на нее очень много восторженных отзывов даже на сайте яблока можно посмотреть что там по моему порядка 50 отзывов и почти все пятерки давайте хорошо давайте залезем вот в этот полярис вау да это очень красивый дуахром такой белое зеленый наверное такой немножечко в зеленый galaxy ну вот эту штуку мы сегодня уже видели несколько раз хотя хотя она чуть-чуть здесь иначе выглядит тоже такой бордовая фиолетовый дуахром да очень очень неплохие цвета и текстуры в общем я думаю что к этой палетке у меня вообще не будет никаких вопросов пока сильно свочить не буду чтобы потом уже в обзоре полноценно ее показать называется она art visage nude universe стоит по моему около 800 рублей следующая звездочка это анастасия beverly hills soft glam я ее купила недавно в золотом яблоке сейчас есть анастасия я не знаю есть вот эта палетка конкретно или нет я ее купила с какой-то бешеной скидкой за 4 тысячи по моему 600 рублей вот а так она конечно гораздо дороже стоит мне она очень нравится я тоже сделаю обязательно на нее обзор вот единственное у нее есть большой большой минус это тоже вот то что она пылит она прям сильно пылит поэтому с кисточки надо сильно ну стряхивать вот и желательно тон накладывать после того как вы сделаете глаза потому что насыпать конечно она может так много вот но здесь офигенная пигментация ну и растушевка тоже классно так ну давайте какой-нибудь оттенок посмотрим вот смотрите они прям очень плотные такие прям жирненькие и вот какой-нибудь блестяшку с первого раза набирается очень хорошо и оставляет такой очень плотный цвет и вот эта палетка она прям супер крутая на каждый день потому что здесь можно сделать такие и легенькие цвета и ну достаточно мощные темные здесь есть очень темный коричневый черный темный бордовый и достаточно количество блестяшек в общем она супер универсальна и ну много для кого подойдет но надо учитывать что она скорее хотя нет тут есть и холодные цвета хотела сказать что он скорее теплая но тут есть и холодные и теплые ну давайте еще на черный посмотрим в общем это один из маст хэвов ой испачкала здесь очень красивая такая бархатная упаковка ну вот ее минус в том что она конечно быстро может испачкаться просто неаккуратно заденется и вот уже такой след вставляется сейчас я попробую стереть ну да она стерлась но все равно немножечко останется след и ну это и плюс и минус одновременно палетки плюс в том что ее очень приятно брать в руки ну а минус в том что она конечно быстро так испачкается сильно еще одна супер звезда это тоже такая относительно новая палетка у меня туфейс называется born this way the natural nude и здесь такая прикольная упаковка похожа на шоколадку и она как раз отражает цвета которые здесь тоже она очень классная на каждый день я ее купила практически в замену анастасии когда разозлилась на то что анастасия прям очень сильно пылит вот и хотела найти что-то такое менее пылящее и вот эта палетка как раз совсем не пылит у нее немножечко другая гамма то есть здесь нет например черного нет темно-бордового вот но мне нравится то что во первых у каждого ну блестящего оттенка есть свой матовый оттенок вот и они так удобно расположены что ну как бы ты всегда видишь при этом можно брать оттенки из разных сторон и делать ну как бы разные по контрастности макияжа и вот эта палетка в отличие от анастасии совсем не пылит стоит она ну вот без скидки я не помню сколько я покупала за 3600 на сайте ильдебатте мне нравится вот этот вот но это вообще один из моих самых любимых цветов розголд и матовый такой же у меня еще чуть-чуть мокрая рука поэтому не супер ложится вот но в целом она ложится очень круто и отлично тушуется и я уже пробовала и вообще я ну первый раз я увидела у подружки она мне рекомендовала ее я тоже попробовала мне понравилось сияющие оттенки прям очень классные ой давайте белый еще посмотрю ну такой не белый молочный ну да он такой золотистым приливается из молочного золотистый в общем крутая палетка берите не пожалеете и вот у меня есть еще одна палетка из серии slim у катрис я ее еще по-моему не сводчила да я ее еще не сводчила эта серия называется точнее эта палетка называется blush notion румяный океан что ли ну вот как то так да и здесь тоже такая морская тематика вот pink sand например розовый песок seashell palm ocean beach flirt я не буду ее сейчас пока сводчить в следующий раз ну сделаю просто полноценный обзор ее но я думаю что она очень хорошая потому что ну вот в этой серии у катрис ну я уже показывала одну палетку в этой серии они неплохие а вот сюда я пальчиком залезала вот сюда я пальчиком залезала ну по сравнению с туфейс конечно тут разница видна ну и стоимость у них давайте вот еще вот этот синий очень красивый посмотрим ну и стоимость у них знаете тоже очень сильно отличается эти палетки стоят в районе 800 рублей то есть иногда чуть дороже иногда чуть дешевле там в зависимости от скидок меня она привлекла своим сочетанием то есть можно вот такие необычные сочетания делать и что-то получится такое интересненькое и последние две палетки которые я хочу показать это палетки от Наташи Динона одну из них я покупала себе сама и вот эту мини старлет мне подарила мама недавно на день рождения плотно я ее не использовала так немножечко посвочила очень красивые цвета ну они здесь немножечко пересекаются но эта палетка более теплая это более холодная и покажу вам цвета мини старлет еще а они кстати обе продаются еще но мини старлет точно будет еще долго потому что она недавно только вышла а вот это сейчас посмотрю как она называется точно сейчас не помню а это называется мини стар это мини старлет это мини стар так с какой начать ну давайте с более старой начнем она хоть и старая но интересная вот здесь например начинается она с дуахрома и вот тут в этой палетке я первый раз как раз увидела такой дуахром который вот такой бордово бордово-зелено-фиолетовый вот и из всех палеток здесь он конечно самый-самый-самый такой плотный самый красивый матовые цвета здесь вполне обычные но она может здесь плохо накладываться потому что у меня руки здесь уже такой большой слое мицеллярки а так ложится она конечно замечательно вот и тоже один из моих любимых оттенков розовое золото вот еще золотой оттенок смотрим я конечно обожаю наташу диному эти палетки берегу как зеницовка и тут давайте тоже блестяшки посмотрим это тоже вот розовое золото сейчас посмотрим сравним этот оттенок с оттенком из другой палетки здесь он чуть холоднее холоднее немножечко есть голубой отлив и в целом светлее давайте еще здесь посмотрим и еще один тут блестящий оттенок такой скорее бронзовый наверное и три матовых здесь вау смотрите какой прям супер плотный цвет я тоже на нее обязательно сделаю обзор это одна из любимых моих гамм она холодная и ну мне очень идут холодные оттенки всего на этом все что из того что мы посмотрели я бы рекомендовала ну наташу динона конечно однозначно тут без вопросов вот это не знаю пока туфейст точно очень рабочая такая лошадка скорее всего вот эта палетка арт визаж но лично я пока ее не пробовала поэтому тоже говорить прям не буду вот эта палетка от катрис мне очень понравилась я думаю ну тоже пока еще не пробовала я думаю что вот это вот от визиарк будет классно конечно же urban decay классика на все времена вот спасибо что досмотрели а следующее видео будет с яркими палетками тогда у меня и не мы все время всегда вспомнили они управляются блин блин